кейн entertainment представляет приветствую всех на моем канале с вами кейн сегодняшнее видео у меня посвящается грядущему обновлению 13.1 и многим другим изменениям и недоработкам в нашей игре разработчики недавно выкатили бюллетини разработки в котором было указано очень многие изменения в основном они касались подводных лодок и некоторых кораблей у которых по моему мнению ну и конечно же уже по мнению разработчиков довольно таки слабая противолодочная оборона а именно это ветка венеции и гинденбурга поскольку у них нету авиаудара глубинных бомб а бомбы сбрасываются как у эсминцев с кормы что для крейсера очень неудобно особенно если этот крейсер движется со скоростью 31 с половиной узла а подводная лодка движется со скоростью 30 узлов в надводном положении а есть еще подводная лодка которая движется под водой со скоростью быстрее чем 30 узлов так что изменения вроде бы как хорошие и направлены в нужную сторону но не спешите радоваться поскольку я отношусь скептически к таким изменениям и сейчас я вам продемонстрирую почему перед предыдущим обновлением 13.0 разработчики выкатили описание обновлений на официальном портале который я конечно же внимательно прочитал и вот вам скриншот описание род ислэнда первая же строчка род ислэнд вооружен 12 356 миллиметровыми орудиями главного калибра с хорошей вот чем хороший непонятно главное что с хорошей и следующая строчка благодаря улучшенному рассеиванию и так далее и тому подобное но вот здесь вот непонятно незаконченная фраза с чем хороший я так и не смог догадаться его невозможно разработчики не успели дописать или не стали дописывать я не знаю но короче главное что он с хорошей ну да ладно давайте перейдем к следующему моменту который уже более серьезный я думаю ни для кого не секрет что разработчики рекомендуют на определенные корабли ставить какие-то определенные навыки командира они отмечены таким желтым треугольником в правом нижнем углу навыка я на это никогда не обращал внимание вот один чувак в дискорде с которым мы играли в отряде посмотрел и офигел от того что разработчики рекомендуют ставить на итальянский крейсер венеция навык взрывотехник на крейсер у которого нету фугасов ну конечно же у него есть пмк на фугасах но это не то в общем забегу немного наперед разработчики убрали эту рекомендацию уже в обновлении 13.0 но я не знаю сколько по времени это рекомендация висела на венеции прежде чем ее заметили и представьте себе какое количество игроков взяло этот перк по рекомендации разработчиков так что как я говорил своих видео нужно брать те навыки которые вы будете реализовывать в бою ну или те которые вы считаете полезными на том или ином корабле рекомендации разработчиков не стоит воспринимать как жесткий свод правил виде не только от выбора навыков зависит геймплей вашего корабля но еще от выбора модернизаций и они должны работать в совокупности так что если вы взяли какие-то определенные модернизации то те навыки которые дают допустим те же самые бонусы не сильно будут вам полезны или же наоборот короче это я к тому что вам нужно думать своей головой и определяться со своим выбором навыков и модернизаций если вы не сильно в этом разбираетесь то посмотрите какой нибудь обзор на тот или другой интересующий вас корабль ну или же посмотрите какого-нибудь стримера задать ему вопрос возможно он вам подскажет следующем фрагменте видео я затронул ранговую механику когда вы переходите в профиль и хотите посмотреть сколько наград вы собрали если вы находитесь в золотой или серебряные лиги то при первом заходе ваш профиль вас перекидывает в бронзовую лигу в которой вы уже собрали все награды и вам приходится выбирать ту лигу в которой вы находитесь что как по мне не очень удобно если вы находитесь в золотой лиги то соответственно вас интересуют те награды которые в ней находятся они те которые вы уже собрали ну это такое мелочи но все равно следующем фрагменте я хочу вам продемонстрировать этот баг или механику в игре на подводных лодках смотрите я остался последним выжившим в своей команде и меня пытается найти вражеский авианосец я нахожусь под водой и не могу обнаружить надводные корабли но при этом я вижу вражескую авиацию которая меня ищет что весьма странно поскольку должно быть наоборот так как авиация находится в воздухе и у подводной лодки нету возможности отслеживать воздушные цели а вот с воздуха обнаружить подводную лодку гораздо проще ну если она не находится очень глубоко так что в этой игре все работает вплоть до наоборот что весьма странно я надеюсь что это в ближайшем обновлении исправят но это конечно не точно я недавно играл на авианосцах в отряде и мой авианосец не светился но при этом когда я поднимал свою авиацию она сразу же засвечивалась и я не мог понять в чем причина так как мои союзники точнее мои соотрядники с которыми я был на связи в дискорде не видели подводную лодку и сами не были ею засвечены в том бою я не мог понять в чем причина почему моя авиация сразу же бывает обнаружена и это серьезно вводит в заблуждение даже опытного игрока следующая проблема существует уже очень давно и она касается немецких штурмовиков которые не могут нормально проатаковать цель которая прячется в островах а все потому что когда они начинают атаку то есть сведение или заход на цель над островами прицел отображавшийся в одном месте по центру экрана как у всех авиков но когда вы перешли в режим атаки на противника прицел улетает аж хрен знает куда вперед и совершить нормальный заход на противника просто нереально потому что прицел ваш с центра экрана исчезает и появляется верхней части экрана где нету конечно же вашего противника я не знаю знают ли разработчики о этой проблеме но существует она очень очень давно самого момента появления этой ветки в игре и поскольку нихрена с того момента не изменилась и скорее всего не будет меняться то на этой ветке атаковать штурмовиками противника в островах не стоит но это что касается только немецкой ветки штурмовиков все остальные ветки японские британские американские советские атакуют нормально я могу это вам продемонстрировать на примере медвея на той же и самой карте по той же и самой цели я нажимаю на режим атаки и делаю заход на дэмойна над островами и прицел никуда не улетает вперед или верхнюю часть экрана а все находится в центре экрана где и должен находиться ваш прицел и так со всеми штурмовиками которые есть в игре если кто-то мне не верит то можете сами протестировать или же если у вас есть друг или соклановец который играет на немецких авиках спросите у него улетает ли у него прицел на штурмовиках когда он заходит на противника над островами на открытой воде все нормально по крайней мере ну за сделать заход нормально можно и еще один такой момент касающийся авиации когда ваше пво работы по вражеской авиации например авика и противники которые находятся рядом скидывают по вам или рядом с вами авиаудар глубинных бомб то ваше пво распыляется на всю авиацию которая находится в вашей аури пво таким образом авику гораздо проще долететь до вас и проатаковать несмотря на как то какое охрененно мощное у вас пво и взяты ли навыки на пво короче говоря если вы играете на авианосцах и в вашем бою попалась подводная лодка работайте на том направлении где находится вражеская подводная лодка когда ваши союзники будут скидывать по ней свой авиаудар вражеская пво будет работать и по вашей авиации и по авиаудару таким нехитрым способом можно хорошо сохранить свою авиацию или же если в вашей команде есть нидерландский крейсер такой как golden leo попробуйте подобрать тайминг так чтобы атаковать противников вместе с ним во первых и его авиаудар потеряет меньше самолетов и ваша эскадрилья ну а тем кто играет не на авиках остается надеяться на изменение этой механики в лучшую сторону а на этом мое видео подошло концу всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал пишите комментарии что вы думаете про эти нюансы в игре будет интересно узнать ваше мнение поставьте лайк если видео было полезным или интересным с вами был кейн всем удачи всем пока удачи всем пока